Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты, было сказано Элеонорой Рузвельт. Сегодня Всемирный День Мечты. Далее в нашей программе будет опрос на эту тему, но сейчас хочу поговорить с тобой, Лара. Как ты относишься к мечте? Вот сегодня Всемирный День Мечты. Что для тебя такое мечта? Ну, мечта это, наверное, внутренний зов души, к чему ты стремилась, наверное, в детстве. Угу. Вот о чем ты мечтал в детстве? Ты вот помнишь это ощущение? Да. Я ужасно хотел быть водителем автобуса. Как ты? Представляешь? Не осуществилась твоя мечта. Ну, слава богу, нет. Сейчас у тебя есть мечта? Да, есть мечта. Как известно, про мечты нельзя говорить вслух. Она есть, она очень, на мой взгляд, глобальная. И если она осуществится в городе Караганда, то это будет некое такое новшество в Карагандинской области. Такого еще нет в городе Караганда. Ух ты! Такого еще, на мой взгляд, нет даже в Астане. Этим пока может похвастаться только Алмата. Поэтому это есть в моих мечтах. Но это уже не столько мечты, сколько целенаправленные такие уже задачи, которые потихонечку уже начинают осуществляться. Поэтому есть мечты. Для меня сейчас мечта, уже когда тебе за 30, когда у тебя уже семья и дети, она более практичная. То есть та мечта, которую я могу превратить в цель и потом двигаться к этому. Поэтому вот так. А раньше, конечно, знаешь, вот я сейчас вспоминаю, о чем я мечтала. Ложилась спать ежедневно с той мыслью, что я буду перед большой аудиторией. Мне, значит, хлопают, и я выступаю. Представляешь? И сейчас я думаю, что это? Это что, артистка? Или как это можно назвать? Я не знаю. Ну, в целом, скажем, просто публичный человек. Вот так. Ну, супер. Главное, что они есть. Не зря ведь говорят, мечтать не вредно. Просто иногда от наших желаний, от наших мечт действительно вытекают какие-то целенаправленные задачи, планы на грядущие какие-то года. И они осуществляются. Поэтому мечтать нужно. Это действительно не вредно. Иногда, мечтав о чем-то, сидя на диване, можно себе настроение, мне кажется, поднять. Поэтому далее опрос. Посмотрим, что для жителей нашего города. Интересно. Наши жители вообще не забыли ли мечтать? Да, можно ли среди осенней хмурой погоды мечтать о чем-то интересном, ярком и позитивном? Поэтому далее опрос. Послушаем жителей нашего города. Да, нужно, чтобы выстроить планы на жизнь, также для насыщения, но тоже жизни. Да, ну, как бы без мечты. Мечтать всегда надо. Я так считаю. Мечтать обязательно надо. Без мечты, мне кажется, жить сложно. А мечты бывают? Обязательно. Мечтать неврятно. Конечно, конечно, нужно. Мечты – это двигатель человека. Даже не только это есть смысл жизни. Да. Почему? Достигать цели, поставить мечтой, достичь ее. Мечтаю, например, новые покупки. Это тоже мечта. И чтобы эту мечту реализовать, нужно ее откладывать. Мечта, есть мечта. Есть мечта? Да. Секрет? Секрет. Эта мечта связана с вами, я так понимаю, да? Да. А есть такая мечта, связанная не с вами, а с нашим городом, с страной, с людьми? Есть. Какая? Чтоб в стране порядок был. Чтоб в нашей стране был мир, все дети, люди были здоровыми. Открыть свою клинику. Какую? Хирургическую. То есть вы хотите быть врачом, да? Да, я первый курс врач. Мечты нельзя рассказывать, на самом деле. Не сгодится. Иногда. А есть прям такая заветная мечта? Что бы вы хотели в вашем? Если не секрет, что? Ну, состояться в обществе. Да, то есть ничего-то такое, что... То есть нематериальное, да? Ну, мечтаю, да, стать образцовым сыном, примером для других. Честно? Может, такая сланная мечта, но я хочу открыть новую культуру. Я по образованию Хиова. Вот, и вот хочется открыть новую культуру каменного дети. Новую культуру, да? Да. Закончить медицинский. И стать врачом хорошим. Каким? Кардиохирургом. Потому что без этого никак не нужно мечтать. Путешествовать. Путешествуйте, ребята. А мечты? Всего доброго. Мечты сбываются. Все, пока. Пока.